приветствую каждого зрителя на своем канале меня зовут юлиана 16 мая напряженный и тяжелый день положите это в кошелек чтобы сохранить свои деньги сегодняшнем видео если узнаете 16 мая нас ждет достаточно напряженный день сочетающий 8 и 9 луны сутки этот период является нейтральным однако достичь успеха будет непросто судьба обязательно напомнит вам обо всех нерешенных задачах которые давно пора довести до логического завершения а также о совершенных ошибках требующих исправления поэтому будем готовы себя проявить однако избегайте повышенной активности вспыльчивости излишних амбиций сохраняйте спокойствие в любой ситуации не поддавайтесь на провокации вы сумеете извлечь выгоду из любой ситуации она перешла знак дела усиливающий в людях ответственность и целеустремленность в эту пару вы неосознанно будете стремиться к порядку однако не допускайте придирчивости так как излишняя критичность может стать причиной ухудшения отношений с близкими приветствуется амбициозность но исключительно в разумных пределах действуя своих интересах следите чтобы ваши поступки не причиняли вред окружающим противно случай достичь поставленных целей будет непросто поскольку стихи этого дня является непокорный непредсказуем огонь бездействовать сегодня не рекомендуется его энергии помогут вам достичь и задуманного подарит любопытство уверенность себе желание познать новое позвольте сомнениям остаться позади и смелые дети вперед придерживаясь здорового эгоизма в эту пору важно не упустить свой шанс поэтому действуйте энергично но продуманно не поддаваясь эмоции будьте готовы к тому что сегодня вам придется разбираться со старыми делами возвращаться к задачам некогда отложенным на потом особенно сложно будет таре планы суток поскольку период власти девятых он и суток будет сопровождаться раздражительностью и склонностью к самообману вы можете столкнуться желанием переложить на окружающих решение собственных трудностей но не стоит идти на поводу подобных желаниях те кто сегодня сумеет удержаться от искушений и соблазнов получат достойную награду от вселенной в самом ближайшем будущем луна советует день не подходит для начала новых дел поэтому сосредоточьтесь на старых делах и проектах однако будьте готовы к тому что результат ваших действий появится не сразу создавая обманчивое впечатление что приложены усилия напрасны не стоит впадать в уныние или бросать задуманное спустя время вы убедитесь что работали совсем не зря поскольку энергетика девятых он и суток может помешать продуктивному общению с партнерами или коллегами все важные встречи лучше проводить первый понедельник в это время особенно удачными окажутся поиски инвесторов новых поставщиков сотрудников на вакант на рабочие места после 12 12 постарайтесь снизить активность и не допускайте ситуации связанных с риском откажитесь от проведения крупных финансовых операций или рискованных сделок так как результат может оказаться не вашу пользу мелкие траты будут довольно удачными особенно если вы запланируете их заранее но откажитесь от повышенной эмоциональности и спонтанных действий быть и максимально собраны и продуманы наступающие сутки будут довольно сложными для вашего организма поскольку сопровождается энергетической перестройкой в этот период особенно важно следить за состоянием своего здоровья и избегать переутомления кроме того избегайте негативных эмоций сегодня они особенно опасны так как могут спровоцировать не только дискомфортную болезнь взаимоотношения со второй половинкой сложится неплохо но помните что претензии обиды необходимо оставить стороне не допускайте ссор особенности вечернее время так как они могут привести к длительным конфликтам и даже разрывы отношений будьте готовы к неожиданным и не всегда приятным сюрпризом и не позволяйте эмоциям управлять вашим поведением тогда вам удастся избежать многих сложностей эти сутки идеально подходят для того чтобы наконец-то расслабиться и сбросить большую часть накопившегося напряжения обязательно сделайте паузу между задачами назначенными на сегодня чтобы хорошо отдохнуть и набраться сил хотя бы ненадолго абстрагируйтесь от всех сложностей и забудьте о заботах это поможет вам зарядиться энергией и восстановить силы эти сутки обладают мощной энергетикой позволяющим добиться успеха в любых магических практиках особенно успешными будут действия направлены на привлечение достатка изобилия но вы можете прибегать и к другим ритуалам белой магии однако избегайте коллективной деятельности сегодня она может привести к непредсказуемым последствиям привлекаем достаток для ритуала вам потребуется монета находящиеся в обращении лучше всего если вам удастся найти для этой цели серебряную денежку тогда ваши действия придут к наиболее впечатляющим результатом если такой нету то берите ту которую привлекают ваше внимание перед практикой обязательно положите ее в сухую соль как минимум на три часа использованные соляные кристаллы выбросьте вместе с ним уйдет и негатив затем зажгите свечку подержите немного монету над пламенем после чего положить ее перед собой и сосредоточьтесь на своем желании разбогатеть затем возьмите чисто лист бумаги напишите на нем зеленым карандашом могучая река несет свои воды по горам полям лесам до камня аллатына доходит в него заходит на том камне волшебный царь сидит водами управляет всему живому их нести повелевает он и ко мне полноводный ручей направляет с ним мой дом изобилием богатства поселяет поток тот от меня никто не отвернет мое богатство от меня не заберет быть посему пишем один раз далее когда закончили аккуратно оберните монету исписанной бумагой и перевяжите зеленой ниткой готовый талисман уберите подальше от посторонних глаз идеальным решением будет найти ему укромное место восточной части вашей комнаты пока он находится в вашем доме в нем всегда будет достаток и изобилие даря необходимой силы и удачу для достижения желаемого расположить к себе окружающих приступайте первые по дням лучше всего на рассвете возьмите в руки флакончик духов которыми часто пользуетесь сосредоточьтесь на своем желании после чего не громко скажите аромат чудесный ты сякого охлати радушие и добро ко мне пробуди от любого зла меня защите говорим три раза с этого момента заговоренные духи будут помогать вам достичь взаимопонимания станут надежным оберегом от недоброжелательно настроенных людей но пользоваться ими нужно предельно аккуратно чтобы эффект был наиболее сильно волшебный аромат должен ощущаться легким шлифом поэтому не используйте их больших количествах обрести силу трудности которые приходится преодолевать каждому человеку способны стать серьезной преграды на пути к счастью если вам кажется что препятствий на пути становится больше и имеющихся сил не хватает заручитесь поддержкой природы для этого найдите в округе взрослый здоровый дуб если у вас такого нету то выбирайте то дерево которое вам нравится просто подойдите к нему прислонитесь руками именно дерево будет наделять с энергией чтобы справиться с любыми невзгодами прислушайтесь к себе как только вы будете ощущать положительный отклик то просто уже можно потом возвращаться по своим делам и внутренне вы будете чувствовать себя комфортно по народным приметам в этот день отмечают мавра рассадница именинник этого дня стабильно любознательно они коммуникабельны и умеют находить язык с кем угодно чаще всего являются ярыми перфекционистами желающими доводить любое дело до совершенства к слову нередко именно эта черта и четкое понимание того что нужно делать приводит их к успеху также эти люди обладают огромным запасом терпения готовы прощать многое любимым людям но если в один момент у другой человек решит переступить черту то разъяренный телец не пощадит его а их талисман является турмалин солнечное тепло и зеленеющие луга в этот период были большой радостью не только для людей но и для крупного скота домашние животные отправлялись на выпас в итоге лучше себя чувствовали и давали больше молока однако продуктовые запасы крестьян к этому времени практически полностью исчезали наступало довольно голодное время так как до нового рожая еще было рано а обеспечить сытное питание лишь молочными продуктами было невозможно именно поэтому наши предки начинали варить щи из остатков капусты майской крапивы и щавеля к слову крапива в этот день наделялась большой целительной силой ее собирали не боялись ожогов и даже хлистали друг друга вере что это поможет придержаться весь год без сильных болезней кроме этого из молодой свежей крапивы готовили специальные настойки для кожи также собирали подорожник и лопух из этих растений готовили подливы для бобовых и картофеля которых к тому времени оставалось очень мало несмотря на вынужденную экономию продуктов и полуголодное время крестьяне не унывали продолжали засеивать поля и свои огороды 16 мая например шла активной посадка капусты а перед тем как посадить рассаду земля было принято сбрызгивать с этой водой приговаривать господи урожай хороший принеси от голода нас упаси говорили один раз считалось что этот день хороший удачен для всех творческих личностей на него возможны яркие вспышки вдохновения хорошие идеи создания прекрасных произведений также это отличное время для путешествий и всех тех кто отправляется путь по примете чтобы прилечь удачу в этот день нужно надевать одежду желтого цвета говорят что тогда даже неудачливые ощутят пришедшие везения чтобы усилить любой фортуны и уйти от череды бед нужно было пойти в лес и собрать несколько веток березы придя домой поставить их воду на самое видное место сновидение в эту ночь пророческие сбываются через несколько дней также чтобы сохранить финансы в этот день обязательно в кошелек нужно положить шелуху чеснока вы просто будете удивлены насколько деньги будут идти просто рекой ваш кошелек и по традиции перед сном как обычно один раз повторяем такие слова я чувствую себя прекрасно и я знаю что в судьбе моей будет все хорошо вот говорим один раз и вы посмотрите что в вашей жизни будет все прекрасно